В городе Арысь из 74 тысяч жителей экономически активное население составляет 31 тысячу. И если 29 тысяч жителей города имеют в среднем 70 тысяч тенге доходов в месяц, то еще 1500 жителей остаются без работы. Разработан план по обеспечению работой 1511 безработных горожан. В прошлом году мы обеспечили работой около 3000 жителей. Они получили работу по программе занятости, прошли обучение и получили микрокредиты на открытие своего бизнеса. Аким Арысь подробно остановился на успехах промышленности и агросектора. По словам чиновника, почти половина инвестиций пришли в город от частного капитала, а объем выпущенной сельхозпродукции вырос на 864 миллиона тенге. В 2017 году предприятия Арысь выпустили продукции на 8 миллиардов 782 миллиона тенге. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции составил 13 миллиардов 142 миллиона тенге. В ходе брифинга Аким Арысь рассказал и о проблемах региона. Так, по итогам прошлого года, остаются в реестре земель без полива 13 тысяч гектаров сельхозугодий. Из них более 5000 в аульном округе Кожатогай. Сфера туризма здесь тоже не блещет показателями. В городе на средства районного депутата строится на горячих источниках некий туристический объект, который смогут посещать до 5000 человек в год. Инвестиции в проект составят около 50 миллионов тенге. Судя по всему, Аким Арысь не в курсе того, что целый ряд зданий города, построенных в начале 20 века одновременно с Оренбург-Ташкентской железной дорогой, являются памятниками архитектуры и представляют интерес для туристов.